МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Мы живем в интересное время и говорим об этом друг другу практически каждый день. Мы многократно становимся свидетелями краха всего того, что казалось незыблемым. И одновременно с этим не верим, что мир вокруг нас способен измениться. О парадоксах, следствиях и тенденциях сегодняшнего дня Молдовы поговорим с нашим гостем, политиком и журналистом Юрием Рожкой. Добрый вечер! Приветствую, я добрый вечер! Юрий, в последнее время те, кому интересна твоя судьба, отмечают твой интерес, стяготение к изучению глубинных механизмов формирования политических процессов в Молдове. И не только в Молдове, в мире в целом. А мы уже как часть этого мира не можем не меняться вместе с ним. В какой момент состоялось понимание того, что именно это и есть твой сегодняшний путь? Ну, ты знаешь, во-первых, я всегда был библиоманом. Может быть, долгие годы я не книги читал, но я как-то написал одно предисловие к работе одного известного итальянского геополитика. Его зовут Клаудио Мутти. Я признался, что я только недавно понял, что вообще мои политические путешествия по служебным дебилам в Европу и в Америку вообще-то были второстепенными. Я ходил в книжные лавки, в книжные магазины. Я набирал чемоданы книг, рылся в них, пытался докопаться до сути. Я перелопатил очень много книг истории, геополитики, социологии. Докопался? Ну да, теперь доволен. Ну, картина мира изменилась. Конечно, очень сладко жить в иллюзиях, очень сладко иметь такое впечатление, что ты все понимаешь. А когда докапываешься до истинных... Ну, это как врач, да, он установлен одинаковый диагноз, чтобы сказать, что происходит. А чтобы установить диагноз, ты смотришь на корень этого явления. И я думаю, что в этом смысле мне удалось как-то превзойти себя, скажем. Я помню, как-то на одном телевидении один известный политический аналитик упрекнул меня, что я лет 15 или 20 в одном, даже процитировал, в одном интервью, говорил одно, а теперь я говорю другое. Я сказал ему, что если ты пороешься в моей биографии, то я вообще до двух лет писал в постель. Ну, один прекрасный день перестал, извините за этот глагол, но это так. То есть, я считаю, что это здорово, что проходят годы, и я набираюсь какого-то опыта, знаний, более глубокого понимания этих процессов. Я думаю, что это полезно и мне, и, надеюсь, и полезно тем, кто читает мои статьи. Ну, меняться, и хотел процитировать стихотворение, оно такого романтического характера и прекрасен изменяющийся. Увлечение трудами Александра Дугина. Вот, нео-евразийцы, вот это, мне кажется, абсолютно радикальный разворот от Юрия Рожки, Розлева 2000-х годов, начала 2000-х. Увлечение работами Николая Старикова, поборника, борца с неолиберализмом. Да. Это тоже, здесь тоже есть вопросы, почему вдруг именно такой разворот, и что это, открытие того, чего не было понятно, или не было в поле зрения политика Юрия Рожки в начале 2000-х? Да не только в начале 2000-х, начиная с моей юности, у нас был один контраст. Коммунизм плохо, либерализм хорошо. Мы не понимали суть либерализма. Мы хотели джинсы, жвачку, кулечки, кока-колу, фильмы, дискотеки и так далее. Мы тогда понимали в нашей юности массовую культуру, контраст СССР с Западом, мы все хотели, как на Западе. И после более 20 лет моих поездок на Запад, я понимал, что что-то в моей голове не склеивается, что-то здесь не так. И я начал искать, почему. Я докопался до очень многих авторов, очень серьезных критиков и либерализма. Это и русские авторы 19-го века, и начало 20-го века, и румынские авторы, и западные авторы. И у меня сразу же появилось ощущение, что я потерял очень много лет, занимаясь не тем, чем надо. То есть я не упрекаю себя в отсутствии искренности, порывов там каких-то, все такое пламенных и так далее. Ну, борьба с коррупцией, все это понятно. Там, усовершенствование закородательства, пока я был депутатом, все это понятно. Но общую картину мира я видел довольно наивно. И если говорить о Дугине, то случилось так, что мой молодой коллега, Октавян Раку, социолог, приехал из Бухареста и притащил мне книгу «Основы геополитики» на румынском языке. Ее издали тогда. Потом я уже подружился с этим человеком, Калину Михаевску, на свои деньги, тоже геополитик молодой. Я прочитал эту работу, она была написана еще в 1994 автором, а я прочитал в 2006-2007, наверное. И что нового появилось в мировоззрении? Ну, геополитика хороша тем, что это синтетическая, можно сказать, наука. Это история, это и религия, это и география, это и культурология, это и внешние связи, это и экономика, это и цивилизационные вопросы, это и культурные вопросы, все. И тогда я начал задумываться о том, что произошло с нами, что такое падение СССР. Ты знаешь, я об этом много писал. Вот крушение иллюзий, наверное, для моего поколения, для людей моего склада на ума. И самое интересное, что я открыл то же самое в Грузии, в Армении, в Сербии, в Румынии, где угодно, в посткоммунистических странах, то же самое. Самые пылкие либералы, но их просто десятками и сотнями тысяч. Я встречался с многими десятками, люди, которые были видами политиками или журналистами. Я говорю, Юр, слушай, ты расскажешь тот же самый опыт. Когда мы поняли, что такое либерализм, мы стали консерваторами. То есть, для того, чтобы картинка сложилась в голове, нужно понимать исторические процессы, геополитические процессы. А для нас, для наших телезрителей, это очень просто. Ёлки-палки, как произошло так? Почему 25 лет, мы надеялись, что будет лучше, а все хуже и хуже? Где же подвох, что же происходит? Почему нам за границей не помогают? Почему их помощь выходит нам боком и так далее? И тогда ты понимаешь, что твоя страна, это таргет кантри, это страна-мишень, что она интересна как место для расположения военных баз, НАТО, и как рынок сбыта. А еще мы интересны как поставщик дешевой рабочей силы на внешние рынки труда. Вот что сегодня и сформировалось из нашей страны. Да, и поэтому я своим курсантам в Народном университете пару лет назад объяснял следующим образом. Сколько будет 2 минус 1? Они говорят, ну, господин Рожка, ну 1. Вот было 2 империи, осталась одна. У меня такое призвание, бороться с империями. Я закончил свою борьбу с СССР, теперь перешел к Соединенным Штатам. И не один. То есть мы сегодня понимаем, что ситуация очень проста. Есть глобальная империя. Конечно, вот мне очень понравилось что-то выражение, я не помню, кто это сказал, но это абсолютно феноменально описывает в одном предложении суть дела. Вот так как русский народ стал первой жертвой коммунизма в 1917 году, вот так сегодня американский народ стал первой жертвой глобализма и неолиберализма. Это особенно было видно при избрании Трампа. Что народ это одно, а элита совсем другое. И это мне напоминает очень сильно конец СССР, ситуацию в Евросоюзе. Потому что, почему сейчас антисистемные политики везде вырываются на первый план? Потому что люди, как мы в последние десятилетия, скажем, СССР, перестали верить официальному дискурсу. И понимают, что вот что им говорят из телевизора, из ведущих западных СМИ, не соответствует реальности. И поэтому мир меняется очень стремительно. И я все время, когда я думаю об этом, я думаю о том, а как можно сделать так, чтобы Республика Молдова вышла из этого тупика, с наименьшими потерями, научилась какому-то геополитическому равновесию и перестала быть политической и экономической колонией Запада. Даже цивилизационной, это же хуже. Юра, ты говоришь о том, что сегодня в европейской политике наверх вырываются несистемные лидеры. Например, избрание нынешнего президента Франции Макрона. В общем-то, победа системы на дне системы. Я процитирую моего друга Дугина, он написал сразу же, в тот же день, очень интересную статью и сказал, процитировал известное выражение. Мы проиграли битву, но не войну. Война продолжается, конечно, политическими методами. Ну да, я вам процитирую другого очень интересного автора, наверное, самый значимый интеллектуал Франции, который с 60-х годов, прежде всего, его зовут Олен де Бенуа. Вот исследуя этот феномен, он сейчас выпустил очень интересную книгу, называется «Момент популизма». Но популизма в другом смысле, чем в ироническом, когда массы больше не могут быть манипулируемы, доминирующими партиями и СМИ. Он назвал Сиризу, назвал греческую партию, он назвал референдум в Италии, который скинул правительство, он назвал последние выборы президентские в Австрии, и вот Трамп и так далее. Его спрашивают, журналисты, вот как ты меня сейчас спрашиваешь, вот вы правильно все говорите, но вот Трамп был один до выборов, а после выборов другой оказывается обманул свой электорат. Сириза, в общем, так сильно тронулись, вот эта вот радикально левая партия в Греции против Брюсселя, и вдруг сдулась. Ответ был очень прост, но иногда политики предают своих избирателей, иногда они дают слабинку, иногда им не хватает духа. Но тенденция вот такова, вот если вы подумали об Австрии, этот человек, представитель партии «Свободы», сейчас не помню имени, он без пяти минут примет. Это самый большой результат в истории этой партии. Во Франции самый значимый результат в 40-летней истории Национального фронта. Да, Марин Люпен не победила, Марин Люпен может выйти из игры. Я читал о том, что вырос рейтинг партии. Марин Люпен может выйти из игры. Национальный фронт может исчезнуть как политическая сила, но тенденция остается та же. И мы понимаем, почему это происходит. Происходит крах послевоенной системы. Система, которая была придумана американскими воротилами доллара после Второй мировой войны, так называемые Бреттон-Вудские договоренности и все такое, уже не функционирует. Уже средний класс исчезает. Повсюду бедность, кризис мигрантов, который был организован тоже американцами против Европы. Кругом войны, кругом террористические акты, никаких социальных гарантий, безработица повсюду. Самая маленькая безработица, знаешь ли, я узнал на прошлой неделе из выступления Виктора Орбана, премьера в Европарламенте, в Венгрии, менее 4%. Он сказал открыто, он говорил на венгерском, были титры на английском, что в Венгрии не работает только тот, кто не хочет. Вот единственная страна из посткоррористического пространства, которая поняла, что такое национальный суверенитет. Абсолютно исключительный опыт этой страны. Да, немножко пытаются там поляки, но у них не всегда получается, потому что они настолько ненавидят русских, что они слишком зависимы от американцев. У них свои исторические, скажем, проблемы. Есть эта неприязнь. Но ситуация очень интересная. Я не сомневаюсь, что происходит переформентирование всего политического класса Западной Европы, но это скажется и на наших краях, безусловно. Если ты помнишь, я когда издал первую книгу Дугина на румынском и на русском здесь, в Республике Молдова, я написал длиннющее предисловие, какое-то 4 назад или 5. Я подчеркнул, что если присмотреться, то наши левые, коммунисты, социалисты, тогдашние и нынешние, их дискурс очень созвучен консервативному дискурсу. Это один к одному. И вот этот сплав очень интересен. С точки зрения культурной и духовной, это консервативные ценности. С точки зрения социальной, это левые ценности. Вот вам и новая волна антисистемных партий. Они не заморачиваются на старых идеологиях, которые не имеют уже никакого значения. Ты там социалист, или ты там коммунист, или ты там консерватор, или как ты называешься. Люди смотрят на то, что ты делаешь. Бренд имеет какое-то значение, но большее значение это имеет тот факт, на какие ценности ты ставишь акценты. Ты патриот или глобалист? Ты либерал или ты протекционист? Ты за нормальные браки или за ненормальные браки? Понимаешь, что такое извращение, или тебе кажется, что это нормально? То есть абсолютно новая волна мышления, и отсюда скачок антисистемных партий. В Республике Молдова мы не можем сказать, что есть антисистемные партии, которые провозглашают себя антисистемными, но они очень интересно к этому идут. И я думаю, что очень скоро мы можем ожидать переформатирования и нашего политического поля, исходя из реалий, просто исходя из реалий экономически, социальных, геополитических. Накануне прошла презентация книги Николая Старикова «Национализация рубля». Ее представили сначала в Румынии, сколько я знаю, в переводе на румынский язык, затем ее и представили в молдавской столице. Но почему именно эта работа удосужилась такого внимания? Чем вызван такой интерес? Ведь Стариков достаточно плодовит, написал довольно много книг, излагает свои мысли по самому широкому спектру. Он и историк, и политолог, и политэкономия. Это тоже его конек, действующий политик, возглавляет партию. Вот почему именно эта работа? А я скажу тебе, почему. Ну, случилось так, что мой очень хороший друг из города Тимишара, который по образованию геополитик, его зовут Богдан Херцог, говорит, Юра, вот я прочел пару книг, ты слышал про такого автора Николая Старикова? Я говорю, я его знаю лично. Да ну. Ты читал его? Да, читал я. Даже Стариков у меня в библиотеке показывал 12 книг в формате сам издат. Я их воровал с интернета и принтовал на углу, и сам обложки делал. И он говорит, слушай, я прочитал на английском, и теперь нашел переводчика на румынский язык, и я буду его издавать. Все на свои деньги. Это личная инициатива человека, а не какие-то там проекты, конспирологии и так далее. Я тогда связался с господином Стариковым, написал, позвонил ему вот так и так. Он очень обрадовался. И вот на протяжении двух или трех месяцев, пока он нашел себе время, несколько дней для этого, мы установили, когда это будет удобнее, и поехали в город Тимишуара. Я был очень рад, но еще более рад, потому что господин Стариков первый раз был в Румынии. Была очень теплая, очень интересная встреча. Я подчеркну, что это были очень значимые профессионалы. Вот двое из которых выступали, это вообще интересно. Оба бывшие вице-руководители, как называется, в ВИЧ-гувернаторе. В России называется глава Национального банка, заместители глав Национального банка Болгарии и Румынии. Они настолько глубинно изучили работу Старикова и настолько серьезно говорили. Вот господин Черна из Румынии сказал, даже подготовил длиннющий доклад, он 20 минут говорил, мы его остановили, потому что там было. И он приводил цитаты и сказал, я согласен на 100% с аргументацией господина Старикова, за двумя исключениями, что-то по Сталину, что-то он не согласен, может не дочитал он, или может быть иначе он понимает. Но Старикова сказал, книга не о Сталине, книга об экономике. Это люди-профессора из университета, это доктора наук, много студентов было, журналистов. Очень интересная была встреча, очень теплая. Николай Викторович просто устал давать автографы и делать селфи со всеми участниками. Очень серьезно. А потом мы поехали в Бухарест уже по просьбе господина Старикова, поскольку он ни разу не был вообще в Румынии, столицу хотел увидеть. Мы собрали несколько наших друзей, которые работают в академии, в университетах человек пять, люди, которые понимают все это. Я был в качестве переводчика, скажем так. Я был просто очень сильно впечатлен качеством и уровнем диалога. Я приехал домой, говорю своим коллегам, вы заметили, я только сейчас заметил, что никому в голову не пришло из моих румынских друзей, или просто тех, которые там были, и я не знал, задать Старикову вопрос, а как называется язык, молдавский или румынский, а давайте Бессарабию назад, а давайте объединяться. Этих тем вообще в Румынии нет. Вы понимаете? Вот приехал русский, да, вот давайте спросим, а когда вернете Бессарабию? Ну, скажем, вот многие отсюда граждане могут себе представить, что в Румынии кто кого-то интересует. Нет. Нормальные, серьезные люди, которые озабочены судьбой своей страны. И господин Стариков очень хорошо объяснил, что книга не о России, или не только о России, национализации рубля, а книга о становлении финансов, мировой финансовой системы, которая поработила все страны, включительно Соединенные Штаты. Как можно делать деньги из воздуха? И почему Национальный банк России, Румынии, Молдовы, Болгарии, я не знаю, там Германии и так далее, не являются институтами финансовой политики, которые служат своему народу. Почему? Потому что у них нет свободы печатать собственные деньги, они привязаны к доллару. И вот вся эта очень серьезная работа, и потом вы знаете, что Старикова очень интересна, он пишет свои книги как детективы, у него великолепный стиль. Еще мне понравилось в Тимишуара, что вот мой друг, человек, который стал другом господина Старикова, Богдан Херцог, просто в микрофон сказал, уважаемые друзья, я решил издать еще две книги Старикова. 1917 год, работа, которая появится, я надеюсь, с этой осенью, ну, к столетию события большевистского переворота. И другая книга, это «Кто натравил Гитлера начать войну против Сталина?» Примерно такое название, сейчас, может, я немножко ошибся. В Румынии знают, скажем так, люди, которые интересуются историей, геополитикой и так далее, нестандартно мыслящие, знают Старикова по английским версиям. Есть только две книги на английском языке, но есть и ряд статей, и интервью, которые появляются на английском, некоторые даже на французском. Но люди знают по интернету, по прессе, и знают весь перечень его работы. И это очень здорово. Более того, я хочу вам сказать, что там, на встрече в Тимишуаре, присутствовали люди из Болгарии, из Сербии, и из Венгрии. Потому что это пограничный, скажем так, город, университетский центр и так далее. Люди приехали на встречу со Стариковым, то есть информация распределилась хорошо по соцсетям, и это были очень интересные беседы. Он дал ряд интервью для венгерской печати, для румынской печати. Уже очень длинная рецензия появилась на трех медиаресурсах по поводу этого события. Я считаю, что это уже важно. Ну, конечно, под спутно у меня всегда в голове одна и та же тема. Мы должны понимать, что политический класс Румынии не представляет интересного румынского народа. И то, что сейчас Румыния является марионеткой Соединенных Штатов, это не вина народа. И что Республика Молдова находится между Россией и Румынией с точки зрения геополитической или культурной, как хотите, лингвистической. И я пытаюсь помочь общению интеллигент, интеллектуалов, скажем, из России с румынскими интеллектуалами. Я с Дугиным был в Румынии недавно, полтора месяца назад, на очень интересной встрече, презентации книги. А потом здесь была презентация той же книги, довольно солидная работа. Там три его книги были переведены мною. Ну, я четыре перевел, но там поместились только три, один ряд статей. Тоже очень интересная была встреча. Я буду это продолжать. Я хочу вам сказать, что я надеюсь, что в июне месяце нам посчастливится увидеть первую книгу на румынском, молдавском языке, как говорит Истариков, кому как удобно. Мы не заморачивались на названии. Был такой гениальный геополитик и метафизик, француз румынского происхождения, Жан Барвулеско. Первая книга, которую мы переводим, называется «Путин и Евразийская империя». Я думаю, что это будет очень успешная работа для румынского читателя, да и для читателей из Республики Молдова на обоих языках. Потому что она уже появилась. Читать будут и те, кто считает себя поклонником российского президента, и те, кто боится. Самое интересное, что, как говорит Путин в этом предисловии для русской версии, речь не идет о Путине, который сказал, заявил то-то, то-то, то-то. Это очень интересное глубинное видение на роль России в мире. И на то, что Западная Европа и Россия являются частью одной цивилизации. И на то, что Западная Европа и Россия, да и весь наш регион, должны быть комплиментарны. Все разрывы между нами были искусственными. И Первая мировая война, и Вторая мировая война. Или, как говорит господин Стариков, все придумали англосаксы. Так оно и есть, по большому счету. Это никакой конспирологии нет, кто изучает глубинную историю. И когда Дугин познакомился с Жаном Пырвулеску в 1880 году, оба были шокированы, что Пырвулеску ничего не знал о русской мысли, о геополитиках, философах, о мыслителях 19-го, начала 19-го, 20-го века, первой волны евразийцев. То есть, он собственным опытом на основе западной культуры пришел к тем же выводам, к которым пришел Александр Дугин. Так они стали друзьями. Он скончался в 10-м году во Франции, царство имя небесное. И вот теперь, вместе с его сыном, мы готовим это издание. Для меня это важно, поскольку война есть война. Война умов, война, как говорит Дугин, но о махе, война умов, война цивилизаций, война идеологий. Конфронтация, ведь, слава Богу, не везде военная. Речь идет о том, можем ли мы, люди, которые основывают свое видение на мир на традиционных ценностях, на культурных, на религиозных, на нравственных, на семейных основах, отстоять свое право оставаться нормальными. И не допустить, чтобы нас сталкивали. Это тоже очень важно. У нас украинский пример слава и близкий здесь. Я не хотел бы, чтобы в наших краях произошло то же самое. А если мы не будем общаться, то такая опасность всегда сохраняется. И поэтому общение русских с румынами, молдаван с румынами, молдаван с русскими, это очень важная вещь. Скажем, вклад такой скромный, когда люди видят с удивлением, что, слушай, абсолютно нормальные люди. Образ врага выстраивается просто нашими общими неприятелями. Ну и смотрите, как хорошо работает в этом смысле, работает наш цех, журналистский, идеологический, пропагандистский, как угодно. То, что произошло на Украине, когда столкнулись два практически единоутробных народа. И неприятие, что по одну сторону, что по другую сторону, которое преодолеть, наверное, сегодня невозможно. Неприятие на уровне идеологии, на уровне бытовом, политическом, где сегодня те, с кем я общаюсь, утверждают, что очень сложно понять, например, украинцев в этой фобии того, что происходит у них на Востоке. И, наверное, очень сложно принять выбор жителям Донецка, выбор Украины и результат того, что произошло в результате этого выбора. И, конечно же, следя за тем, что там происходит, невозможно не разделять эти опасения. Что не дай Бог стать свидетелем такого конфликта, участником. Мы зря обижаемся, Стас, мы зря обижаемся на людей, потому что люди являются жертвами пропаганды, их отравляют. Это, как говорят американцы, mind setting. Если тебе, вот как чип в голову сунули, каждый день, вот эта картинка, которая инъектирует ненависть в твоем... Ты просто вечером приходишь домой, смотришь телевизор один, другой, третий канал, а все ведущие каналы говорят одно и то же. Ты считаешь, что там говорят, это уже твое мнение очень личное. Начинаешь резонировать, я понимаю. Да-да-да, и поэтому люди зомбированы, они не виноваты, им только выключить эту пропаганду, они берут себя очень быстро, понимаешь, это очень большая, конечно... Тогда вопрос к нашим коллегам, ведь как... Ведь помните, классическое, нам неведомо, чем слово отзовется, но мы должны быть ответственны за то, что несем в массы, несем с экранов телевизоров, с печатных листов, и в данном случае, например, какова ответственность журналиста, который говорит или утверждает такую радикальную точку зрения, навязывает ее, каждый день, если говорить, что халва человеку может показаться, что ему сладко. Ну, люди разные бывают, ты знаешь, я не хочу никак хвастаться, но я в 1985 году пошел на телевидение, на гости радио в СССР тогда, и начал там толкать разные темы для своих передач в литературной редакции, где я работал, литература дробактическая, и мои уже такие более зрелые коллеги взяли мне так в сторону, говорят, Юр, ты что, дурак? Я говорю, что такое? Ну, осторожно. Ты что, хочешь остаться без гонорара? Ну, хрен с ним, с этим гонораром, но останусь без гонорара. У меня уже был маленький ребенок, я жил на квартире, но я оставался самым маленьким гонораром, но я толкал свою точку зрения, как я ее понимал. культурные ценности, я там делал передачи про Достоевского, про наших классиков и так далее. Мне это было интересно. Мне не было интересно про литературскую литературу, там все такое, давай за партию, за Ленина, за Сталина. Неинтересно было. Ну, и, наверное, таких сотни и тысячи везде, и не все же хотят, в Молдове, мы же говорили, на какой-то другой передаче, вместе с тобой, ну, к сожалению, в нашем цеху есть очень многие люди, которым все равно, что говорить и что утверждать. Ну, дали зарплату и сказал, а что? Ну, просто какие-то потребительские отношения в собственной профессии. Да, нравственные какие-то устои, да, какие устои, ребят, ну, что, я кого-то убиваю, я же никого не убиваю, не ворую. Ну, мне сказали, я там прокукарекал на телевизоре, ну, и что, я пошел домой, все нормально. То есть, есть и такие бессовестные люди, а что делать? Во все времена были. Просто сейчас, слава Богу, что вот это вот медийное доминирование одной точки зрения уже невозможно, поскольку альтернативные медиа набирают такой оборот, что даже создатели интернета не могут себе представить, что работают против самих себя. Ну, вот я скажу, прекрасно все знают опыт Трампа, но мало кто знает, что, скажем, Марина Ле Пен чуть не стала президентом в первую очередь благодаря интернету, альтернативных СМИ. С социальных сетях. Это очень огромная, сильная вещь. Я думаю, что в Республике Молдова мы находимся примерно на таком же месте. Мы знаем, можем называть фамилии, можем не называть, но мы знаем, что есть один человек, который контролирует там очень большую часть медиапространства в стране. Но очень скоро этот человек поймет, что он зря туда бухнул столько десятков миллионов евро. Они не нужны никому. Из любой квартиры с хорошей веб-камерой можно говорить очень хорошие, искренние, глубинные вещи, на которые люди просто будут засматриваться и заслуживаться. То есть будет появляться аудитория. Я уверен в этом, потому что картинка опять не склеится в голове у человека. Да, один раз его обманули, второй раз он поверил, третий раз. В один прекрасный день он зайдет в интернет и говорит, смотри, тут что-то другое. Или посмотрит на твои передачи, на передачи твоих «Подожди, это не самое такое ведущее телевидение». Они говорят правду, давай присмотримся. Ну, это картинка, которая склеивается который проводил в своей программе «Противопоставление России и Румынии». И у меня возник, задался вот таким вопросом. А как так получилось в нашей Молдове, что противопоставление Румынии и Молдовы оно свелось в формуле «Румыния-Россия». Ведь сначала у нас забрали графику, перешли на латиницу. Потом вдруг стали говорить о том, что вообще не молдавский, а румынский язык. А потом уже стало модным быть «Ной с антем румынь». И потом все это опять перекочевало в область противостояния почему-то с Россией. Ну, очень просто, если так говорить, упрощенно говоря. В 89-м году я точно так же думал. Ну, ребята, Советский Союз забрал Румынию и Брис Аравьевну. Будь добр, верни, обратно. Нам тогда было не очень понятно, что такое геополитика, все там передряги исторического характера, военного, дипломатического, экономического и так далее. Все было довольно упрощенно. Да? Порыв был-то искренний. Наверное, даже не глубоко. Ну, а кто же тогда заканчивал какие-то особые курсы или там университеты там в настоящую историю учить или там геополитику? Все было довольно поверхностно, скажем так. Что касается, я очень коротко скажу про идентифицированные вопросы. Ты знаешь, я об этом много писал. Я считаю, что в Республике Молдова мы должны созреть до того, чтобы сказать, ребят, ну, один язык, ну, два названия, ну, и Бог с ним, едем дальше. Ну, это не повод для ссоры, понимаете, и утверждать, ну, каждый день за это драться или молдавский, или румынский. Ну, один язык, не единственная ситуация в мире, где один язык носит два названия. Ну, и слава Богу, ну, и слава Богу, давай на нем писать, говорить и так далее, относиться ко всем с уважением. Что касается противостояния Румынии и России. Ну, разница между сегодняшней Румынией и сегодняшней Россией очень большая. Почему? Потому что Россия является субъектом международного права. Румыния является объектом международного права. Румыния является доминированной территорией. Она условное государство, как и все страны, начиная от Германии и заканчивая Румынией. Они являются сателлитами Соединенных Штатов. Я уверен, что тот же Босец, который был 10 лет президентом, он ни разу бы не вякнул ни слова. Касательно Республики Молдова, касательно там давай завтра там объединимся и так далее. Если бы мы не разрешили или даже не наметнули давай, парень, ты там тряси обстановочку немножко. Напрягай. Ну, Грузии так говорили. Ну, да. Я думаю, что у этого дядьки то же самое. Так что, но с этой стороны мы заметили, ведь мы знаем прекрасно, что в Республике Молдова есть СМИ и партии, которые строят образ врага из России. Есть СМИ и партии, которые строят образ врага из Румынии. Я считаю, что оба эти образа лживые, и мы должны их ну, просто рассеивать и все. А как? Общением, вот такими, как вот Стариков был, скажем, и там, и там, другие значимые люди. из Румынии надо, чтобы приходили умные люди, интересные, чтобы мы увидели, что там такие же нормальные люди. То есть все равно, что Румыну поехать, скажем, в Приднестровье, уверен, что они все там, слушай, такие же люди, как мы. А образ такой, что в Приднестровье все ходят с ножами в зубах, и будут всех там резать, кто не говорит по-румынски. Да, казаки. Окей. Да, да, да. То есть общение и прямой контакт, это самое важное. И почему именно люди культуры? Потому что они не зависит от власти. Дуги говорит то, что хочет. Стариков говорит то, что хочет. Человек, который не является там министром или там премьер-министром, президентом и политиком, он говорит то, что думает. То есть это политики вне системного характера, и они не идут в формате рефициального. Самая важная сейчас вещь это культурное общение по-доброму. И когда мы расширяем нашу картинку, я говорю искренне, я повторяю, я не знал многого. А когда мы говорим о том, что мы все византийская цивилизация, что мы все восточная цивилизация, что мы все созерцательная цивилизация, что мы контрастируем с западной цивилизацией, не потому что они хорошие и плохие, мы просто другие. А когда мы говорим Румыния, Республика Молдова, Украина, Россия, Беларусь, Болгария, Сербия, Греция, это православная византийская матрица. А если идем шире, то это континентальная цивилизация, это одна цивилизация с разными специфическими акцентами в случае каждого народа, каждой культуры. Это все равно, что одно село там ссорится с другим, а мы вообще-то одни и те же, что мы ссоримся. И я замечаю, что и в России, и в посткоммунистическом пространстве, и в Западной Европе, куда я езжу довольно часто на разные конференции, форумы, люди начинают понимать, насколько важно, как можно интенсивнее общаться. Если мы не будем общаться, то найдутся дядьки, которые будут нас натравливать друг на друга. А зачем? Мы, Республика Молдова, решили, что мы независимая страна, все, это не обсуждается. Все. Мы хотим быть суверенным государством. Все. А культурное общение, культурный обмен, совсем другое дело, давайте с Румынией, давайте с Россией, давайте с Украиной, с кем угодно. Тем более, что эти страны на самые близкие. Да, и тем более, что, в общем-то, не только культурные жизни, не связи. Конечно, конечно. Каждый у нас, у всех там, родственники, и там, и там, кто учится, кто работает. Это очень важно. Немного о геополитике. Вот много говорится и пишется о том, что такая конструкция геополитическая, как Европейский Союз в сегодняшнем его виде, ну, близится к какому-то своему логическому завершению. Вот и в твоих программах часто говорилось о том, что и Евросоюз, как и СССР в свое время, это империя сначала, которая была начало положено, теперь вот ждем уже ее... Я бы сказал, что ждем, не ждем у тебя. Да, ждем, не ждем у тебя. Но, тем не менее, есть люди, которые утверждают, что, в принципе, грядет не столько крах европейского сообщества, а сколько его пересборка. То есть, сегодня Европейский Союз это такая модель, которая существует геополитического характера, но существует под воздействием, так сказать, американских институтов власти, то есть, привязана к американской экономике. Вот необходима такая пересборка, оторваться, ну, не знаю, от материнской пуповины американского континента, и тогда, возможно, новая Европа, которая будет способна на диалог с Востоком. Вот насколько верно это утверждение и вот такое предположение, видение будущего Европейского Союза? Ну, смотри, то, что Евросоюз в нынешнем виде исчезнет, уже никто не сомневается. То, что глобалисты потерпят крах, тоже никто не сомневается. Две цифры, которые просто обсуждали мы там с друзьями в Румынии, и господин Стариков к этому возвращался. Ну, нам известно, что в Германии находится около 80 тысяч американских солдат. Но на сколько в Германии независимо? В то же время мы знаем, что в Италии около ста военных баз, ста американских. Прекрасная Италия. На какой саверитете можно говорить? Мы знаем в то же время, что локомотив, ведущий, скажем так, Евросоюза, это Германия. Ну, правильно говорят те геополитики, которые подчеркивают, что Германия, да и Евросоюз в целом, это экономический гагант и геополитический карлик. То есть, никакого... Ну, можем мы себе представить, что Ангела Меркель не соглашается с американским президентом. Будь то Обама, будь то... Ну, такого невозможно представить. Ее там подслушивали, там подглядывали в замочную скважину, она не обижается. Не может обижаться. А кто может? Юнкер обидится. Все присмыкаются перед хозяином. И если... Я надеюсь, что Николай Викторович Стариков на меня не обидится, когда речь заходит об этом, он так в частных беседах говорит, потому что мои румынские друзья говорили, ну, господин Стариков, мы очень надеемся на то, что Россия настолько мощная, там, с Путиным, со всей командой, и все поможет европейским странам, не только румынам, европейским, как-то, ну, воспрять духом, там, обрести вновь независимость. Это стоит в элегантской экспансии. Ну, на что господин Стариков ответил, говорит, я вам скажу житейским ответом. Но если женщина замужем, то вы не можете на ней жениться. Первым делом она должна развестись. А если вы начинаете свои отношения с женщиной, которая замужем, вот она жена с сожительством, это некрасиво. Ну, а вы, говорит, европейцы настолько все вежливые, что, говорит, нет, только после вас. Никто не хочет рисковать. Германия не хочет рисковать, Польша не хочет, Румыния не хочет рисковать. Какой-то замк, ну, все понимают, что, ну, все, я имею в виду элиту, нации, которые думают за народ, не обязательно, там, президентов, что они вот под каблуком, а воспрять духом не так уж просто. Весь политический класс уже завязан на этих играх. И я поэтому очень надеюсь на антисистемных партиях. И я абсолютно уверен, что в ближайшем будущем мы можем ожидать очень шумные протесты против военного присутствия Соединенных Штатов на нашем континенте. Вот это будет прорыв. Вот это будет, если мы все какие-то дурацкие, может, сравнения приходят в голову, когда там экологи, там, какую-то там атомную станцию, там, демонстрации собираются, там, что такое. Не обязательно и не нужно, чтобы это были там насильственные действия. Но я уверен, что люди, до которых дойдет этот посыл, будут говорить, ребят, а мы не нуждаемся в этом присутствии. Нам никто не угрожает. Да, ну что-то подобное уже Европа переживала в 70-е годы. Как-то, видимо, не было... Я думаю, что это не так далеко. Просто нам кажется, что у нас, вообще у нас мозг так устроен, что мы смотрим на реальность как на фотографию. Это же кино. Это же такая скорость изменения ситуации, что иногда мы не улавливаем суть событий. Каждый день приносит какие-то новые изменения. Иногда наполнение новым содержанием политической жизни от нас ускальзывает. И вдруг, вроде бы для нас, вдруг что-то происходит. А это аккумулятивный процесс, скажем так. Поэтому я очень рассчитываю, что конец Евросоюза не будет означать большую гражданскую войну, потому что я очень этого пошла... Не только я, я очень внимательно слежу за политической мыслью, философской мыслью в Западной Европе и в России. Я очень настороженно читаю статьи серьезных аналитиков, мыслителей, которые не исключают большого кровопролития. И, в первую очередь, из соображений столкновения между миллионами мигрантов и европейскими народами. Потому что, видимо, кому-то не хватает духа для цивилизованного развода, для того, чтобы открыть двери для своего будущего. Согласись, для экономического успеха этой модели в том виде, что мы сегодня наблюдаем в Европе, очень много было положено знаменитым планом Маршала, который был запущен сразу после Второй мировой войны, возрождение европейской экономики, которая тогда лежала в руинах. И сегодня стало модным в странах Восточной Европы говорить о том, что не мешало бы такой план Маршала создать и для новых членов Европейского Союза, и не только для новых членов, для тех, кто мечтает стать частью Европейского сообщества, имеется в виду Евросоюза. Насколько это перспективно? И пойдет ли, например, та же американская администрация на расширение? Хотя, в принципе, что и мешает? Снова включить печатный станок ничем не обеспеченных американских фантиков для того, чтобы ввести сюда какой-то, не знаю, ну не сюда, а вот в эти страны, которые говорят о экономическом прорыве с помощью некого плана Маршала. Ну, даром бывает только в Сербашиловке. Кто внимательно изучал, что такой был план Маршала, это совсем другое дело. Просто написано груда книг в Западной Европе, во всех значимых странах, о том, что план Маршала означал колонизацию Европы под видимым предлогом, что мы сначала вас разбомбили, да? А теперь восстановим, ребята. Мы вам дадим деньги, но мы вам дадим наш образ мышления и нас американизация Европы произошла. Часть Европы была под Советской империей, часть Европы под Американской. И где было лучше, я сомневаюсь. Я затрудняюсь говорить так прямо, что там было прекрасно, здесь да. Да, там было несколько десятилетий определенного экономического роста, средний класс и так далее. Все это лопается как мыльный пузырь теперь. Или, как говорят один американский автор, его зовут Ритцер, он называет этот процесс магдонализация. То есть американизация, это означает, что пропало, допустим, если говорим о кино, пропало европейское кино. Все, нету больше итальянского, французского кино. Все есть копипейст по-американски. Пропал европейский стиль жизни, да. Да что мы говорим про Западную Европу, и по этим в Россию, сплошной там, за исключением там грабли и несколько сетей ресторанов, остальное все, кофе-хаус, да, написано по-русски, я не знаю, там, старбакс и так далее. Этот вирус цивилизационный очень опасен. И европейские народы начинают понимать, вот это все, мы знаем, в Западной Европе все знают, допустим, английский язык. Это очень свежо. До Второй мировой войны почти никто не знал английский. Дипломаты и политики говорили на французском. Столетиями. Но победитель навязал свои правила. И теперь просто нам очень трудно укладывалось в голове, что мы посткоммунистическое пространство рассматриваемся, нас рассматривают как людей из Третьего мира. Ничего нового в этом не было. Когда мы смотрим на весь опыт колониализма ведущих имперских держав Запада, с нами произошло то же самое. Просто мы думали, раз мы европейцы, то с нами поступить иначе, что там, да, я не знаю, в Гватемале или там в Чаде возможно, а в Молдове нет, в Болгарии нет, в Польше нет. А произошло то же самое. То есть порабощение экономическое, интеллектуальное, психологическое, цивилизационное. И я просто закончу вот свою вот вот эту тираду тем, что ну была холодная война. Была там холодная война. Но американцы победили. Но мы этого не заметили. И мы не почувствовали себя в роли побежденных. Впервые в истории человечества побежденная страна не знает, что ей навязали условия капитуляции. Когда мы говорим о присутствии МВФ, о присутствии американских баз в Восточной Европе, когда мы говорим об экономической модели, о политической модели государства, мы считали это за счастье. Нас настолько оболванили. Вот человек, да, или там страна, ну победили в войне меня, да, я побежденная страна, пришел там, победитель сказал, ребят, ну подписывайте, вы проиграли, или там всех перестреляем, ну все, подписываем, да, капитуляцию. Вот все эти страны капитулировали, в том числе Россия, Ельцина, Горбачева, потом Ельцина, да. Но никто не думал, что это капитуляция. Вот это план маршала. Для меня это похоже было на смертельную инъекцию осужденному на смерть. Ну да. Он засыпая, не понимает, что умирает. Ну да, вот если скажем про Румынию, все, я не буду больше к этому возвращаться. Румыния, когда убили Чаушетского, внешний долг ноль, теперь 90 миллиардов евро. Надо отдавать. Надо отдавать. Надо отрабатывать. А их нужно было брать. Да. Как наши, я не буду сейчас ругаться матом, хотя очень хочется про наши власти, радуются, как наивные дети. Или делают, что радуются. Ну, нам еще хотят отстегнуть 100 миллионов. То Евросоюз, то МВФ. Ребята, так это экономическое порабощение. Не то, что за эту сумму нужно отдавать. Это одна беда. Но всегда с этим связана законодательная политика твоего государства, внешняя политика твоего государства, образовательная политика, медийная политика твоего государства. В общем, надо читать учебники истории, особенно истории США, и вспомнить, что стало с индейскими племенами. Тогда будет все понятно. Точно. Ну, если не все, хотя бы часть. Юра, время бежит незаметно, и вот мы подошли к концу. Не знаю, насколько было понятно нашим зрителям, что мы говорили в сегодняшней Молдове, говоря о политике, о геополитике, но думаю, наверное, вдумчивый и внимательный зритель уловил эту связь. И мы с удовольствием продолжим эти беседы для того, чтобы попытаться самим разобраться, в каком мире живем и чего нам ждать в будущем. Спасибо за эту беседу. Спасибо тебе. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был политик и журналист Юрий Рожка. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»